Всем доброго, теплого, приятного, лучезарного утра! Эфир на Бомбарбе ТВ продолжается. И для того, чтобы немножко и плавно отойти после новогодних праздников, мы решили в нашу студию сегодня пригласить двух замечательных гостей, у которых есть вдохновляющий опыт, которые стали, наверное, в своей области героями. И сегодня мы будем давать возможность вам, зрителям, знать их в лицо. У нас в гостях сегодня Сергей Герман, это яхтсмен, это путешественник, это автор ютуб-канала Капитан Герман и его супруга Дина. Доброе утро! Всем привет! Итак, рассказывайте. Вот я смотрю, тут очень большая, обильная такая информация у вас. Я ее прочитал даже до конца. Более того, что редко бывает, когда я готовлюсь к эфирам. Потому что она короткая, наверное. Да нет, она как раз очень объемная, и она кардинально отличается от тех гостей, которые к нам приходят, таких активных путешественников, к сожалению, у нас мало. И, наверное, благодаря вашим, наверное, достижениям, вашим умениям управлять и яхтой, и добираться до нужного маршрута, мы будем размножать наших зрителей, трансформировать в таких же путешественников. Вы, получается, капитан лодки Бенето-Океан 45. Бенето-Океане 45. Да, что это за лодка и сколько уже покорили вершиннообразно на этом судне? Ну, на самом деле у нас ситуация какая. Мы идем в кругосветку. Это была моя давняя-давняя мечта, к которой я готовился около 10 лет. И пришло время ее реализовать. И была приобретена лодка, была она подготовлена для длительных переходов. И вот, собственно, на ней уже с 2013-го, да? 12-й тут написано. 12-й. Ну, 12-й, я думаю, 13-й, я думаю, все-таки там ошибка. А, нет, яхта 2012-го года постройки. Она 2013-го, в 2012-м заказана. То есть мы ее забрали в мае 2013-го года. Вот. И где-то год мы ходили по Средиземке, смотрели. Новые лодки, они достаточно проблемные, потому что много узлов, много элементов, конструкция сложная, и бывают отказы. То есть это все решается гарантийно. Но первый год лучше далеко не ходить, потому что нужно его просто приготовить для длинных переходов. Вот. За сезон зимы мы ее приготовили, внесли изменения разные по энергопотреблению, по... Ну, вообще по автономности. И ушли через Атлантику, и сейчас мы прошли Атлантику, Тихий океан, Индийский океан. То есть мы уже практически завершили кругосветку, сейчас находимся в Кении. Ну, вот нам осталось обойти вокруг Африки, вокруг мыса Доброй Надежды, возвратиться в Средиземку, и, собственно, вот он финал. Поэтому... А что будет дальше? А дальше, не, не знаю. А дальше нужно записываться в ряды тех отважных счастливчиков, которые полетят на Марс в 2022-м году. Это слишком сложно. Но, правда, оттуда не возвращаются, как выяснилось. Это не страшно, в лот, в яхтинге к этому люди готовы. Когда находишь, есть шанс не вернуться, нормально. Океаны, это не совсем внутренние воды, не совсем Средиземка. Это очень жесткие условия. И это совсем не, как люди представляют, сидеть на носу лодки, пить шампанское. Это такое жесткое рубилово, вообще просто без остановки. А я так понимаю, что приходится попадать в штормы, в дикие волны. Можно наткнуться на кита, как мы уже перед эфиром выяснили. В теории можно. На самом деле, статистики по этому не так много. Но попадение в шторма, это вообще регулярно. То есть, если, допустим, ходишь по Средиземке, есть возможность получать прогноз погоды, который актуальный. Когда ты выходишь на три недели или больше, то никакой актуальной информации нет. Ты ее получаешь, видишь по прогнозу, что через два дня ждет тебя шторм. И что, собственно, идешь дальше. Просто ты готов к шторму. Ты подготавливаешься, штормовые паруса, собираешься, крепишься и заходишь в этот шторм уже подготовленный. То есть, избежать его нельзя. А какое максимальное время вы были постоянно в открытом океане, не видя суши? Вот так, чтобы вообще без остановок? Без остановок, да. Чтобы дни напролет шли, а вы не видели ни суши, ни земли. Вообще, у нас было... Мы шли из Коста-Рики на французскую Полинезию. У нас весь переход занял 45 дней, из которых у нас была одна остановка вначале на Галапагосах на один день. И мы заправились и пошли дальше. Это что-то звучит из жанра фантастики. Я просто, когда просчитывал маршрут, чисто ради интереса, как туда нужно добраться, это нужно потратить по меньшей мере 30 часов. Сначала летишь в Мадрид. Это самый бюджетный, экономный вариант, который я рассматривал, и самый наиболее оперативный. Потом в Мадриде ты тоже тратишь где-то 4 или 6 часов. Потом с Мадрида летишь в Кито, а потом с Кито перелетаешь на Галапагосы. Ну, конечно, потому что это Эквадор. Галапагосы относятся к Эквадору, и, собственно, нужно лететь через Эквадор, потому что это их внутренние рейсы. Ну, когда на лодке получается, что время вообще по-другому течет. И скорость перелетов, это кажется очень-очень быстро, потому что у нас средняя скорость перемещения это где-то 6-7 узлов. И вот там... Давайте таким, как мне, неграмотным, можете объяснить 6-7 узлов? Ну, это приблизительно на 2 умножается, будет километров в час. Сколько? Километров в час, где-то 13 километров в час. И вот когда идешь с такой скоростью, понимаешь, что идти еще не одну неделю, а, например, 2 или 3, там путешествия все самые долгие на самолетах и на поездах, и на автобусах, и на авто, кажутся просто скоростью, это телепорт. Ну, а чем вы занимаетесь целыми днями? То есть, если вы в открытом океане, вы там, типа, купаетесь... Мы по снегу дежурим. Нет, в открытом океане мы практически не купаемся, потому что мы всегда на ходу. Если останавливаешься, то очень сильно качают, потому что когда лодка идет со скоростью, там на нее действуют волны, действует ветер, и она если качает... Может, перевернуться? Нет, перевернуться не может. Она, ее качают в одном направлении, но если ты вдруг остановился, то качает во всех направлениях, и вот это уже совсем неприятно. И то есть потом уже, если хочешь двинуться дальше, крайне трудно это сделать? Нет, не трудно. Океанические волны, просто стандартные океанические волны, это 4 метра. Они в периоде, ну, там, 6-7 секунд, как в Индийском океане, но можете себе представить, 4 метра, с которой лодка раз в 6 секунд падает вниз и вылетает наверх, падает вниз и вылетает наверх. Это без остановки. То есть, получается, этот завтрак, который вы приготовили, опа, и улетел. Он может легко улететь, вообще вот так вот. А в Индийском океане это все еще сложнее. Как на мой взгляд, Индийский океан, наверное, самый сложный, который вот из всех. Получается, обычно волны идут по направлению с ветром. То есть, если ты идешь по волне, ветер дует в зад лодки, и лодка идет. А в Индийском волны идут с трех сторон. И он получается такой, как в стиральной машине. Такая мясорубка, эту лодку болтает, туда вот просто стоишь, скачает из стороны в сторону. Как дискотека 24 часа в сутки. Да, 24 часа в сутки, три недели минимум. И, собственно, из-за этого есть чем заняться каждый день, когда во время перехода. Мы дежурим, мы готовим, мы убираем, но любые процедуры базовые, они требуют намного больше усилий и времени. И растянуты во времени. То есть, там, приготовить кофе, это никак там не включил чайник. Это пошел, налил этот чайник, это уже сложная процедура. Попал струей в чайник. То есть, все усложняется и замедляется, все процессы получаются. Все усложняется, замедляется, и, ну, в принципе, между этим читаем, слушаем аудиокниги, рисуем. Но это не очень много времени. То есть, я так понимаю, что вот вы говорите, что вы готовите за период этих сорока, там, с копеечками дней, можно, например, с навыков аматора повара стать, там, условно, поваром третьего разряда. Учишься очень сильно разнообразить из базовых элементов меню, потому что закупаются, как правило, определенный тип продуктов, ну, которые... А что вы закупаете, кстати, вот так на всякий случай, для тех, кто, может быть, заинтересовался подобным авантюризмом? Для меня совет, главное, это иметь разные специи, разные масла с собой, потому что, чтобы у тебя не было приготовить, если это ты готовишь каждый день в течение долгого времени, то лучше бы это разнообразить. И тут на помощь приходят разные масла с разными микроэлементами. Так я хочу сейчас спросить, мивину не берете с собой? Туда случайно? Есть мивина, когда сильная качка, это must-have просто, потому что, когда ты не можешь чистить картошку, жарить, резать салат и так далее. Ну, бывают условия, когда уже действительно совсем все против готовки. Тогда не заваривается мивина. Но хотя бы есть возможность зубы почистить после всего этого дела? Зубы почистить всегда есть возможность. И душ принять снаружи, есть всегда возможность. То есть, в принципе, одной рукой держишься, второй моешься. Если плохая погода, то ты стоишь, получается, в лодке и раз там в 15-30 секунд у тебя прилетает 500 литров воды. То есть, душа не хочется. Хочется сухого. А бывает, да, когда душа не хочется. Так хоть берите, встраивай в баню туда, для того, чтобы потом можно было как-то чуть-чуть согреться. Так, кстати, полиэтиленовый пакет. У нас слишком много вещей на лодке. Но вы не перемерзаете в процессе этих дальних плаваний? Мерзнем. И как вы думаете? Даже вроде тропики. Нужна очень правильная, специфическая яхтенная одежда с защитой от погодных условий, с мембраной, непромокающие вещи. Это must-have. Без них никуда. И, казалось бы, экватор. Там все должно быть солнышко и тепло. Но как только ты уходишь миль 100 от берега, погода совершенно другая, температура воздуха совершенно другая. И, в принципе, у нас там все фотографии во время перехода полностью замурованы. А температура 28 градусов. Похоже на сноубордический костюм, только еще серьезнее. Да, получается, что у тебя одежда такая. Термобелье обязательно. Потом на него флис. Теплый свитер. Такой под горло. Непромоканец, такой, который можно в воду, в нем упасть и ничего не будет. Это просто куртка. Похоже на зимнюю рыбалку. Шапка. И если сильно наливает, можно одевать такую маску сноубордическую. Просто потому, что ты можешь стоять и видеть хоть что-то происходит через воду, которая тебе в лицо постоянно попадает, на голову. И это все застегнут. Вот просто одни глаза торчат. Там шапки. И все. Это 28 градусов тепла. Ну, это из-за ветра постоянного, из-за постоянной воды, которая приходит. Ну, а на какой день вы начинаете уже мечтать о земле? Приблизительно. Очень сильно меняется в мозгу вообще восприятие реальности. Нету такого, что тебе хочется, ну, первых три дня, наверное, самое сложное. Вот хочется... Хочется на землю. Хочется умереть вообще побыстрее. В соцсети там посмотреть, что кто тебе пишет. Ну, связи нету у нас вообще никакого. Не, к этому привыкаешь. Кстати, ломка социальная проходит за первые войны. То есть, если у кого-то есть зависимость, то можно ее выничать таким образом. Можно. Абсолютно легко. Абсолютно легко. И совершенно другой счет времени в голове. Ты живешь исключительно по времени, по вахтам и по солнцу. То есть, 6 часов вечера уже хочется спать. Нет такого, что еще там гудеть. Ну, вы хотя бы берете с собой какие-то планшеты, ноутбуки, чтобы посмотреть какой-то сериал, фильмы. Сериалы мы смотрим, когда штиль. Потому что потерять ноутбук из-за соленой волны, которая его просто смоет, не хочется. Наверное, не штиль просто при нормальных условиях. То есть, у вас там и библиотека. За период путешествия можно посмотреть все 10 сезонов «Игры престолов». Да, это смотрим. То есть, настоящим эрудитом и поваром можно вернуться с вот такого мореплавания. Можно. Книг много читаю. Да, очень много читаю, слушаю, аудиокнижки. Но мы перешли на электронные книги, потому что это очень удобно. Да, можно закачать целое там... Да, да, и читаешь, читаешь. И «Войной вид» можно прочитать. Во-первых, на лодке нет. Все свои пробелы, то, что ты не прочитал в школе, более юные возрасты. Пожалуйста. Все рекомендации всех друзей, все списки топ-10, топ-20 закачиваются. Топ-30, топ-100 считаются за длинный переход. Закачиваются как раз на переход. И аудиокниги хорошо идут. Аудиокнижки – это больше когда у тебя вахта или, допустим, такие условия, когда лучше взять руль в свои руки. И оно достаточно монотонное действие. Ты стоишь, у тебя просто одинаковое движение. Тут усилие, тут нет, тут усилие. Тут нет, с волны на волну, с волны на волну. И ты такой становишься чуть-чуть как биоробот, который просто выполняет. Мозги что-то делают свое, а тело работает по-своему. Аудиокнижку, слушаешь там что-то, вот это вот все рулит. Но если все так монотонно, бывают же какие-то моменты, когда все-таки такая искорка экстрима проскальзывает в ваше путешествие, и может быть вам удосужилось увидеть пиратов или какого-то гигантского кальмара? Мы видели, мы не встречались с пиратами непосредственно, контакта не было лично. Но у меня было, наверное, 3 или 4 случая, когда мы пытались всячески отойти подальше от лодки. Лодка, корабль рыбацкий шел где-то с расстоянию 30 миль к нам. И я пытался от него уходить, а потом поставил большой парус, развернулся против ветра и ушел. Потому что моторные судна, они очень плохо ходят против ветра. А парусные, ну это дискомфортно, но они идут быстрее. И их волна останавливает, а меня в принципе не очень. Просто дискомфорт. И уходили, это было в Тихом океане, ближе к Филиппинам. Если надо сматываться на... Надо сматываться. То есть он может, если вы сблизитесь, может произойти какое-то препятствие? Да что угодно, нет. Может что-то происходить, просто достали автоматы и начали что-то делать. Хотя сказать ДТП, но это получается как-то морское транспортное приключение. Нет, просто по причине того, что мы не хотим встречаться, не хотим создавать себе конфликты. Хотя были регионы, через которые мы ходили. Это как в статусе красиво девушки пишут у себя на Фейсбуке. Не знакомлюсь, так же самое на Яхте. Не знакомимся. Уплываем отсюда. Там еще бывают лодки. Ты когда идешь, в принципе все корабли в радиусе 20 миль, 30 миль. У всех есть служба АИС. И ты их читаешь. Можешь посмотреть, что это за судно, какого размера, куда направляется, откуда направляется. Но в данном случае, как вот пираты, они, как правило, себя не инициализируют. То есть они либо без АИСа, ну с выключенным, а в открытом океане никто так не ходит. Либо там сразу куча АИСов прописана. Да, вот 4-5 АИСов одновременно на одном корабле я встречал. Ну то есть это то, что должно вызвать подозрение. Контрабанда какая-то, наверное. Обычно это просто рыбаки в основном. Ну а рыбаки, они могут там попромышлять чем-то нехорошим. Хотя вот мы сейчас стоим в Кении, а Кения, она граница с Сомалейсом. Буквально сколько? 100, 150 километров, наверное. На север. Вот. И все корабли коммерческие, которые проходят, у всех на АИСе написано вооруженная охрана на борту. Просто если там пиратствующие элементы, они посмотрят на АИС, то, ну может быть, туда не стоит лезть, потому что там есть кому защитить корабли. Танки, вертолеты, тяжелая артиллерия. Да нет, просто пострелили. Какой был фильм с Том Хэнксом, назывался «Капитан Феликс», кажется, вроде бы смотрели. Я не смотрел, но я знаю, о чем речь. Это стандартные расклады в океане. А вот из животного мира, кого удалось увидеть на протяжении вот этих 40 дней, я почему беру все время в пример именно это путешествие, потому что действительно отрезок времени большущий. длинные океанические переходы это от 20 дней, поэтому оно не настолько 20-30, это не настолько... То есть разница, оно небольшой играет, день плюс, плюс там несколько еще недель. После 10 дней все смывается, уже кажется, что все, непонятно сколько дней. Ну и память остается, надеюсь. Память остается, но такая не яркая такая. Ну, когда приходишь, наконец-то после перехода, кажется, что все, больше не хочу переходов, хватит переходов, совсем надоело. Только переезды. А потом забывается. Неделеко отдохнул, и все, ничего плохого. Очень быстро человека мозги перестраиваются. А когда за руль садишься потом после того, как переплыл, как-то тоже так вот, именно медленно, плавно? Нет, за рулем другая реальность. И еще за рулем в каких странах? Есть по левой стороне, ездишь, есть по правой стороне. У тебя мозги работают, и тебе просто не до вот этих, не до лирики. Тебе нужно там куда-то ехать, и все. Ну, все же, вот вернемся к тому вопросу, что вот я задал буквально пару секунд назад, из животного мира. То есть, кого удалось увидеть, кто, может быть, напугал своим присутствием, планктон светящийся, как вот в фильме. Дельфины, издающие звуки ночью. Дельфины, их ночью не видно, но звуков от них много. И когда ты где-то... Они дышат, щипят. Они дышат, когда воздух выпускают, кажется, что непонятно, что совсем поблизости очень громко происходят. А так, ну, мы дельфинов и китов видели. Иногда нас рыбы преследуют. Кто-кто? Рыбы преследуют. Большие рыбы, стая рыб, и вот просто будут неделю тулить за лодкой. Но это, по-моему, из-за того, что лодка обрастает всякими планктончиками, не планктончиками, маленькими коральчиками, крабиками. Крилем. И у рыб просто ресторан на ходу. Ну, а рыбалкой вы там занимаетесь все время от времени? Если мы идем там вдвоем, то не до рыбалки. Если больше людей, мы приглашали друзей на переходы, тогда рыбу ловим. Просто если вдвоем один спит, один на вахте и дополнительно что-то еще там делать, если рыба большая ловится, то это не такие усилия, как там вытащить маленькую рыбу. Это там на полтора часа развлечений туда-сюда. Ну, в общем, нужно, чтобы кто-то отдельно этим занимался и были свободные руки для рыбалки. Ну, вообще, вдвоем нерискованно плыть. Ну, все рискованно. Ну, как нерискованно? Лодка – это, в принципе, небезопасно. То есть, ты выходишь, ты понимаешь, что у тебя есть знания, есть навыки, есть лодка, которая хорошо подготовленная. Ну, океан такой мощный. Вообще, шутить с ним не стоит. Любое движение, не туда повернул штурвал, какой-то там волна нашла, сломала лодку, затопили. То есть, это вообще, нужно к этому быть готовым. Если этого бояться, лучше в море вообще не выходить. Ну, хорошо. Есть ли какой-то план, спасения, в том случае, если действительно что-то пойдет не так? Ну, конечно. И как? У нас есть аварийный плод, который выбрасывается, он взрывается и надувается. И есть ЕПИРБ, это аварийный радиобуй, который по всем каналам аварийным начинает передавать текущее место положения. И по правилам любой коммерческий транспорт обязан подобрать тех, кто активировал ЕПИРБ. Ну, в принципе, мы встречаем лодки, мы встречаем сухогрузы, контейнеровозы, ну, где-то в среднем пару раз в день проходит. Ну, это в берег... Если мы идем ближе к береговой линии, если в океане, можно никого не встречать. То есть, если мы идем в океане, но по коммерческим путям, то тогда можно встречать много кораблей. Если это чуть-чуть вне коммерческих путей, то можно вообще никого не встретить. Вот переход с Галапагос на Маркезы, там нету коммерческих путей, и за весь переход, вот этот, который там больше месяца, мы не встретили ни одного корабля. И в этих водах еще и не работает спутниковая связь постоянно. То есть, ты иногда идешь, у тебя двое суток нет покрытия связи. То есть, обычно связи есть все время, и вот сейчас возле Африки мы стоим, покрыто очень хорошо. А там просто там ловишь этим телефоном, нет связи, ну завтра попробуешь. А какие у вас планы на вот 2018? Вроде уже у вас все идет к логическому завершению, но я так понимаю, что на этом останавливаться тоже не будете. Сейчас мы находимся в Кении, в Килифе. После Килифе мы идем в Танзанию, но будем идти так вдоль берега, наверное, там Пемба, Мадагаскар. Вокруг Африки. Ну, вокруг Африки. До ЮАР и вверх по островам Святой Елены. Ну да, Вознесение, Капо-Верде, Канария, Гранд-Канария, потом Марокко, ну и с Гибралтаром мы зайдем уже в Средиземку. То есть это будет как логичное завершение нашего пути. Кругосветки. Да, Кругосветки. И потом будете нано пересматривать ваш Ютуб-канал. Нет, потом мы где-то осядем, наконец-то, и будем кататься уже в прибрежных территориях, в очень приятных и не напрягающих. Ну да, дикости уже достаточно. Я уже... Ну мы сейчас выбираем место, где будем жить. Возможно, где-то в Азии. Скорее всего, где-то в Азии. Какую-нибудь лагуну такую более безопасную. Чтобы было вокруг много островов, вся инфраструктура, хорошая погода, природа. На самом деле, жить в территориях, которые дикие, совершенно тяжело, плохо. Потому что я когда шел через Попуа-Новую Гвинею-Соломоновые острова, связи нет, врачей нет, медицины нет, змея укусила, умер. Местные жители точно так же. Людей фактически можно считать, что тоже нету, потому что они не понимают английский. У них там продолжительность жизни... 30 лет где-то. 30 лет, да. Я встречал человека, который в возрасте такой, как я. Это же вообще глубокий старик. То есть они совсем не выглядят... У него же там два поколения внуков, наверное. Да, да, да. Как мы шли в Попуа, Хермит Атол, очень отнесенная от всех цивилизованных мест, в рамках, наверное, недели хода. И меня все показывали, вот эта старейшая женщина нашей деревни, ей там 52, по-моему. Старейшая. Там нет у них ничего. Мать героини. Что-то съел, отравился, умер. Змея укусила, умер. Медицины нет, ничего нет. Не пошел в школу, умер. Ну, в школу... У них, кстати, с образованием нормально, они все по-английски говорят. Да? Потому что пиджин это такой, как они говорят, broken English. Пиджин это же голуби, по-моему. Ну, это как голуби, да, только у них язык так называется, папуановая гвинея пиджин. Это, как были борды, internet and free call, то есть call пишется через к-о-л. Как слышу, так и пишу. Вот ваше путешествие, и вот вы говорили о том, что очень сложно вообще с океаном нужно дружить, обращаться с ним очень тонко, бережно. А тем, кто вот впервые захочет, например, возьмет в аренду яхту, да? Ну, он же в океан не пойдет, Средиземка или Прибрежные воды, где-нибудь... Сколько долго нужно там обучаться для того, чтобы осуществить вот такую кровосветную авантюру и остаться целым живым и невредимым? Я думаю, что это больше зависит от каких-то внутренних черт. То есть есть люди, которые идут учиться и за неделю они уже понимают, что происходит. Есть люди, которые годами ходят и вообще их лучше на лодку не пускать. Я думаю, что где-то, наверное, там миль тысяч десять, если есть находа, уже, ну, можно начинать куда-то идти. Если... Инженерный склад ума очень важен, как я скажу, от себя, потому что Сережа любые поломки чинит сам. И когда ты в открытом океане, тебе неоткуда вызвать мастера, чтобы он там какую-то проводку или какой-то там двигатель или масло там, или что угодно. Ну да, там идешь, все приборы раз и выключились. Ты можешь быть сколько угодно опытным в команде, путешествовать с более опытными людьми, но если вся ответственность на тебе, то хорошо бы знать не по книжкам, как починить что-то, потому что в лодке постоянно все ломается. То есть, гуманитариям туда дорога закрыла. Очень быстро станут с техническим образованием. Либо ты учишься всему и разбираешься, либо не для тебя. Либо должен всегда быть кто-то более опытный, который разбирается. Либо кто-то учится на твоих ошибках. Есть же шутка по поводу того, что такое кругосветка на яхте. Это постоянные ремонты в красивых местах. Ну а что, часто вот выходит из строя, да, яхт? Все время что-то выходит из строя. Есть список, наверное, из 15 позиций, которые всегда что-то сломано. То есть, есть поломки фатальные, такие, которые лодка вообще не идет, критические. Есть, которые, ну там, можно чем-то заменить, там, ну не работает виндекс, ну окей, то есть, индикатор ветра. Но лодка все равно идет, ты понимаешь, откуда ветер дует. Ну приедешь на берег, починишь. То есть, в этом плане, но лодка, у которой нету ни одной поломки, нету на земле ни одной такой лодки, в которой не нужно ничего делать. Ну а вот, чего не должно быть на лодке, да, вот во время, например, покорения вот таких вот дальних дистанций, да, вот что лишнее может быть? Не подходящих друг к другу ментально людей, потому что, когда в замкнутом пространстве и долгое время находишься, человек, каждый проявляет себя, вот всю свою суть. Все какашки всплывают пенкой. Все какашки всплывают пенкой. то есть, в принципе, если так можно сохранять нейтралитет с кем-то и соблюдать дистанцию и без стрессов общаться, то после нескольких дней в замкнутом пространстве люди открываются по новой. И если есть какая-то персональная непереносимость, ну и в принципе, есть люди нестрессоустойчивые, из которых действительно много чего выплывает. Ну а вот максимальный состав в каком количестве у вас был? Это все зависит от размера лодки. Ну, оптимальный. Или именно у нас? Ну, у вас. Шесть человек. Шесть человек. Ну, это много. Это много. Ну, если идти далеко и постоянно вахты, ну, это нормально, но уже такая давка и много еды готовить и большой расход воды, большой расход электричества. Ну, я бы сказал, четыре, ну, пять это потолок. Это уже после того, как вы, наверное, пришвартуетесь, можно будет друг друга узнавать по запаху, по каждому делу тела. Да, уже людей знаешь очень хорошо. И кто-то куда-то посмотрел, уже четко понимаешь, что он подумал, что он хотел сказать, что он хотел сделать и тому просто повезло. Понятно. Хорошо, давайте, я думаю, что уже будем подбивать некоторые итоги. Итак, вот если кто-то изъявит инициативу с вами поплыть, предположим, пойти. Ну, есть такая теория, что лодки ходят, они плавают, но мы к этому относимся проще. Это штурвал, а не руль. Да, это штурвал, а не руль. Я даже записывал на своем канале видео касательно этого, потому что я не согласен с многими позициями, как сказал один мой друг. Главное, чтобы вы можете гик называть мачтой, мачту гиком, а можете просто называть это две палки, главное не путать и вертикальную, и горизонтальную, и все. То есть, если человек понимает, о чем речь, и его все понимают, и все говорят на одном языке, можно совершенно спокойно называть как угодно. То есть, лодки ходят, плавают, мы же все понимаем, о чем речь. Есть люди, которые критично к этому относятся, но для них мы ходим, не суть вопроса. Забыл. Про что спрашивали? О чем спрашивали? О чем спрашивали, если кто-то изъявит инициативу и с вами поплыть? Допустим, мы уже определились с составом, есть ли вот найдутся такие люди сумасшедшие, которые уже изведали все. У меня, кстати, еще вот параллельный второй под вопрос уже появился, то есть, для кого вообще этот отдых? Но давайте вернемся к первой части, то есть, что для этого нужно? Ну, скажем так, если, в теории мы берем, если люди захотят идти на лодки с нами, во-первых, это должны быть очень опытные люди, потому что у нас океаническое плавание, это не прибрежное плавание, оно совсем жесткое, нужно четко понимать, что делать, потому что кого-то учить... То есть, это все-таки должны быть спортсмены какие-то или физически крепкие люди? Опытные, просто с опытом хождения. Ментально крепкие, просто с опытом хождения в офшоре, потому что океан очень жесткий и... С опытом хождения по воде еще хотелось добавить. И с пониманием уже что-то такое, потому что это не такое развлечение, это не такое приключение, там достаточно все монотонно на переходах. Либо это прибрежный яхтинг, который, вот когда мы где-то долго стоим... Средиземки на прибрежный яхтинг? Пожалуйста, с удовольствием. Там есть просто список островов, какой-то проложенный маршрут на несколько дней, вот это программа максимум, для большинства людей она подойдет и будет комфортная. Но в океанический переход там первые три дня просто укачивает. укачивает любого человека и укачивает так, что... Ну мы это понимаем, просто это состояние и к нему нужно просто с пониманием относиться и тогда будет все нормально. Но все равно ты понимаешь, что тебе плохо, там тебя укачало, пошел, встал за штурвал, порулил, ну отпустило. А есть люди, которые вот со мной ребята шли, он просто лежит себе внизу в зеленой луже. Трупик. Трупом, да. Ты его просто там за ноги оттащил из этой лужи, просто дал ему водички, он попил и туда обратно ушел. Бессознательное состояние. И это 3-4 дня. Потом нормально, потом уже люди адаптируются. Ну первых 4 дня для капитана там смотреть, кто-то там не выпал, когда его тошнит за борт или там он, чтобы не захлебнулся, когда он в этом лежит. Это не то, что хочется и не то, что нужно. Мне нужно идти с точки А в точку Б. То есть и а не там уходить мамой за кем. Ну абсолютно не путать с прибрежным яхтингом, потому что там все по-другому. Там действительно приключения каждый день. Шампанское, там себе шашлыки пожарили, нагрели. Это нормально. Но не в океанах. Я, конечно, смотрю, тут у вас очень много тем, снятые страховка, и ремонт. На ютубе задавали вопросы, мы отвечали. Это те, которые у людей возникали. Поэтому я думаю, что вы можете их использовать для своих целей. Переходы с разных. Ну давайте так, напоследок, вот такое самое вкусненькое, что вам удавалось увидеть за период всех ваших путешествий, что вот для вас произвело но эффект «Вау, хочу еще». Сложно. То есть, это такой калейдоскоп событий постоянно. То есть, нужно, чтобы нравилось это все и в плохих проявлениях, и в хороших. Иногда бывает такое, что ты куда-то заходишь, а там все плохо, и люди злые, и вообще все нехорошо. Куда-то заходишь, везде все идеально. И оно в балансе получается нормально. А так, чтобы мы зашли и сказали «Вау, здесь прикольно», и вот из-за этого я бы занимался яхтингом, а потом куда-то в другое место заходишь, а там все плохо. Ну это... То есть, вы не нашли еще такой вот точки, где бы именно хотелось остаться? В Таиланде. Ну в Таиланде нам понравилось очень, да. Очень. Там очень комфортно все для яхтинга, там есть куча мест, куда вокруг можно ходить. В радиусе трех-четырех часов. В ненапряжном режиме, да, абсолютно. Ну и в принципе вокруг Таиланда очень много и островов, и соседних странах. Да, мы на Пукете. А если сравнивать, вот вы упоминали французскую Полинезию, это мечта вообще всех, наверное, романтиков и любителей лакшери отдыха. Бора-бора и другие прилегающие острова, они действительно настолько красивые, как вот на фотографиях и на видеозаписях, которые мы часто видим в ленте Facebook. Они красивые, но, например, что я могу сказать про Бора-бора. Это очень туристическое место. То есть тебя вывозят, у тебя там, вы откуда? Из Киева. То есть ты приезжаешь, рыбки прикормленные, на дне выложено камнями Киев, там акул нагнали, скатов нагнали, они все вокруг. С татуировками тоже Киев. Создают прекрасную картинку Картинка супер, очень красиво. Но так как мы не относимся к людям, которые отдыхают пакетными турами, мы смотрим на это все еще и с разных сторон. Допустим, во французской Полинезии на том же Бора-бора 8 евро за маленький бокал пива. Это немножко дороговато, как по мне. Ну, как-то так. Да, у нас можно ящик купить за какие деньги. И если бы там было куда пойти посмотреть, да, у нас там, у нас на Бора-бора есть друзья, у них свой резорт. Мы приезжаем, смотрим, там нас могут выгулять, там поселить, в отеле пожить, все, но там нечего делать. ну, поехал на гору, посмотрел на этот, на вулкан большой. Весь Бора-бора это большой супервулкан. То есть, он просто постепенно уходит под воду. То есть, скоро Бора-бора не будет? Ну, да, через несколько миллионов лет, я думаю, она уйдет. Поэтому Таиланд выгоднее все-таки получается. Да, потому что он материковый. Если говорить о Попеэте, да, интересно, там есть больше, что можно посмотреть. Это Таити, остров. Но по островкам походить, оно на самом деле не так, чтобы сильно отличаться, оно просто очень далеко. Если говорить о местах, которые действительно интересны, наверное, это Попуа-Новая Гвинея. Но это совсем небезопасный отдых. Потому что, если брать материковую зону, у них очень сильно развита иерархия между, внутри кланов, они кланами живут. И он поехал в город, заработал денег, он так раз, на маленький шажочек вверх встал. Что-то сделал еще, раз, встал. Что-то не получилось, вниз по лестнице. И у них на первом месте роста по этой лестнице стоит убить белого мужчину. Ну, то есть, все жестко там. Да. Поэтому, если выйти из города куда-нибудь посмотреть, как там красиво, то есть шанс, что тебя просто замочат. Хороший шанс. Я, конечно, никого не призываю этим воспользоваться. Такого шанса по миру очень много. Но мне единственная сразу мигнула мысль, как бы это было бы хорошо заснять. Но это, конечно, очень по-черному немножко звучит. Это по-черному звучит. Да. Но... Адепты черного юмора. Да. Но кто его знает, до каких безумных идей у нас будут приходить наши будущие блогеры, которые все время снимают. А рейтинги же хотят все получить. И просмотры тоже. Я, конечно, что-то съедят просто ради рейтинга. Ну, нормально. Да. То есть приключений будет, я думаю, еще заснято немало. Напоминаем всем, кто у нас был в этом эфире по ту сторону экрана, кто присоединился, может быть, несколько секунд назад, что у нас в студии был Сергей Герман. Так и называется его YouTube-канал. Это Яхтсмен. Это... Канал Капитан Герман. Капитан Герман. Я одно слово упустил. Это также, получается, сейчас скажу, активный путешественник, который посетил сколько? Более 50, 70, 100. Вообще не считал. Ну, в общем... По кругу экватора почти везде был. Который оплыл всю планету в круговом путешествии. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть Африку обойти. Африку еще осталось обойти, и вся Земля будет уже покорена. Что он будет делать дальше? Следите за его YouTube-каналом. Я думаю, что какие-то идеи безумные будут. И также у нас... Шампанское с устрицами в Ницине. В ванне где-то уже так. Была в гостях Дина Топорская. Это шкипер. Яхты, которые называются... Мушу. А, Мушу, правильно. Да, даже есть отдельная история. Но эту же историю вы можете прочитать на специальной... Тут по специальной ссылочке мушу-сейлинг.com.ru О нас. Вот так вот он называется. Спасибо вам за то, что с нами разделили это время. Я думаю, что мы очень хорошо так попутешествовали. У нас редко бывают такие гости с таким сумасшедшим опытом. Я называю его сумасшедшим, потому что действительно 20 дней в океане, не видя никого. Это, конечно, должны быть очень безумные навыки. Говорим вам на сегодня. До свидания. И до новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова